Какие существуют законы, которых вовсе не должно быть? В Вермонте женщины, которым необходимо поставить вставные зубы, сначала должны получить на это разрешение мужа. Я живу в штате Теннесси. Здесь запрещено стрелять в китов из движущегося автомобиля. Наш штат не имеет выхода к морю. В нашем штате комиссия по услугам населения утвердила сбор дополнительных средств за электроэнергию с домовладельцев, установивших солнечные батареи. Это не федеральный закон, но все же такого не должно быть. В Австралии правительство предоставляет льготы на установку солнечных батарей, а если вы при этом производите избыточную энергию для энергосети, то энергетическая компания выпишет вам чек на небольшую, но приятную сумму. Любой закон, освобождающий государственных служащих от действия этого закона. Такие законы созданы лишь для управления другими людьми. В точку, это серьезная проблема нашего правительства в США. На самом деле это серьезная проблема правительств всего мира. Во многих штатах, если человек погиб на своем рабочем месте, даже по причине грубой или буквально преступной халатности со стороны компании, семья погибшего не может подать в суд на работодателя за неправомерную смерть. Семье жертвы выплачивается компенсация, и на этом все заканчивается. По сути, эта выплата является налогом на убийство. Это не самая большая проблема, но все же, у нас после 10 вечера запрещено продавать алкоголь в магазинах. Я как раз в 10 заканчиваю работу, так что если я после работы захочу выпить дома несколько бутылок пива, я не смогу этого сделать, если только не куплю пиво заранее. Но при этом я после работы могу пойти прямо в паб и пить там до закрытия заведения. В чем смысл? Изменено. Люди спрашивают, в каком штате я живу. Я не из США, живу в Ирландии. А еще не забывайте о тех местах, где запрещена продажа алкоголя по воскресеньям. То есть бухло можно купить в любой другой день недели и даже употребить его в воскресенье. Но если вы решите купить алкоголь в воскресенье, он превратится в дьявольскую смесь и отравит весь город или типа того. Пару лет назад в Миннесоте разрешили продавать алкоголь по воскресеньям. Магазины алкоголя выступали против этого решения, потому что их сотрудники заслуживают день, чтобы побыть с семьей. Это те же магазины, в которых их сотрудники работают по праздникам. У нас в Техасе я слышал неплохой аргумент против продажи спиртного воскресенья. Мол, маленькие и средние магазинчики не могут позволить себе оплачивать дополнительный рабочий день сотрудникам, а крупные сетевые алкогольные магазины могут себе это позволить. Вроде бы логичный довод, но при этом я считаю, что у людей должна быть возможность купить себе виски утром воскресенья в штате, который заявляет о свободе людей. Федеральный запрет на каннабис в США. Мне не нравится марихуана, но я до сих пор не могу понять, почему ее запретили, ведь это буквально одно из наименее вредных веществ. Потому что этот запрет позволил правительству встроить козни меньшинством и хиппи. Для тех, кто сомневается в этом утверждении, ноет о либерастии или еще о чем-то подобном, есть запись начальника штаба Ричарда Никсона, в которой он как раз заявляет про эту причину, ставшую главной в том, чтобы Никсон начал войну с наркотиками. Кроме того, изучите деятельность Рональда Рейгана и его программу против хиппи в бытность губернатором Калифорнии. ЦРУ, ФБР и местные калифорнийские службы работали сообща и совместно делали разные отвратительные вещи. В США до сих пор существуют муниципальные округи, в которых есть уголовный запрет на совместное проживание определенного количества взрослых женщин без мужчин. Ведь очевидно, что единственное, чем они могут заниматься совместно, это организовать и держать бордель. Я не уверен, насколько все это регулируется местными правоохранительными органами, но есть университеты, которые по этой причине не разрешают организовывать женские общежития. Мне кажется, что добавление к ним в группу парня попросту увеличивает клиентскую базу. На самом деле, правительство округа просто хотело сделать бордели унисекс. В свое время какой-нибудь сенатор заявил, я устал от женщин-проституток, хочу, чтобы у меня была возможность заказать себе парня, если пожелаю. В Колорадо такая же фигня. В прошлом году я жила в доме с четырьмя другими женщинами. Это был дом с шестью спальнями, но по закону нам не разрешалось иметь шестую соседку. Мы всегда шутили, что если мы организуем свою музыкальную группу, то будем называться «В шаге от борделя». Изменено. Внизу ребята несколько раз спрашивали о том, кто обеспечивает соблюдение этого закона. Честно говоря, я не уверен, кто это делает. Я просто помню, что в нашем договоре аренды было четко сказано, в доме могут жить одновременно не более пяти неродственных друг другу женщин. Когда мы спросили об этом условии нашего менеджера по недвижимости, она объяснила, что это условие касается закона о публичных домах. Изъятие гражданского имущества. Правоохранительные органы могут конфисковать деньги или имущество, если они выразят подозрение о том, что активы связаны с преступной деятельностью. После чего вы обязаны доказать, что ваше имущество получено законным путем. А на это, само собой, требуются затраты на услуги адвоката, обращения в суд и так далее, что во многих случаях может стоить больше, чем стоимость изъятого имущества. Мне нравится, что они называют это изъятием. Складывается впечатление, будто вы по какой-то причине сами отказались от своей собственности, а не они просто подъехали и силой отобрали ее у вас. Типа то же самое, если какой-то бандит угонит у вас машину, а потом полиция назовет это щедрым пожертвованием и скажет, что вы должны обратиться в суд, чтобы вернуть пожертвованную машину. У меня нет ссылки на источник, но я точно помню, что видел график, показывающий, что в 2020 году правительство конфисковало больше денег и имущества у людей, чем было украдено в том году. Это значит, что правительство украло у народа денег больше, чем те, кого оно должно ловить. Любой закон, требующий, чтобы женщина, собирающаяся сделать что-либо, сначала получила согласие мужа. Я ненавижу такие законы, меня очень сильно раздражает такая практика. Здесь, в Бразилии, без согласия своего мужа, женщина не может выполнить процедуру, после которой она не сможет иметь детей. Не знаю, как это сказать по-английски. В то же время, мужчина может просто пойти в больницу и сделать себе операцию, не запрашивая никаких документов. Максимум может спросить у жены, не против, если я это сделаю. И даже получив согласие мужа, женщине придется преодолеть хреновую тучу требований, чтобы осуществить эту процедуру. Как же меня это бесит, вы не представляете? Я мужчина, кстати. Я женатый мужчина, живу в Великобритании. Мне, чтобы сделать вазоктомию, тоже сначала нужно получить согласие моей жены. В Орегоне нельзя самому заправлять свою машину на заправке. Как-то раз я проезжал там, заехал на заправку, вышел из машины, чтобы достать шланг. И тут из магазина резко выбежал заправщик. Он такой, я не собираюсь еще раз платить штраф в 5000 долларов. В итоге он сам заправил мне машину. Бедолаге приходилось в одиночку заправлять все тачки и при этом еще обслуживать клиентов в магазине. Это произошло в Юджине, штат Орегон. Я избалованная жительница Нью-Джерси. Нам тоже не разрешают самостоятельно заправляться. Тем не менее, я должна признать, что когда на улице холодно или слишком жарко, действительно приятнее сидеть в машине, пока кто-то заправляет тебе машину. И да, я вожу машину с 16 лет, но я вообще не прикасалась к бензоколонке, пока мне не исполнился 21 год, и я не поехала за пределы штата с людьми, которые не умеют водить. До этого, когда я выезжала за пределы штата, я ездила с отцом или братом, которые сами заправляли машину. Либо это были краткосрочные поездки, и нам не было необходимости заезжать на заправку. Соседний штат менее чем в 30 минутах езды. На самом деле, разобраться, как заправиться, было несложно. Мы просто следовали инструкциям, написанным на колонке. Однако мне потребовалось пара минут, чтобы понять, почему же никто не подошел к нам и не заправил машину. Как-то раз на заправке к моей машине подошла молодая привлекательная девушка. Она стояла у окна и смотрела на меня. Я спустил окно, и она начала со мной болтать, была очень вежлива и мила. Мне пришлось сказать ей, что я женат, но я поблагодарил ее за беседу. Она рассмеялась и ответила. Я сотрудница заправки. Фейспалм. Я и не знал, что я уже в Орегоне. Ехал тогда из Луизианы в Вашингтон. Пуританские законы такие глупые. Они основываются только на религии. Я что, реально не могу купить пиво в воскресенье, потому что Иисус этого не одобрит? Когда речь касается какой-то подобной чуши, вроде этой, я всегда вспоминаю песню Бо Бернема. С позиции Бога. Я создал вселенную. Ты реально думаешь, меня парит, что ты, блядь, покупаешь в магазине? Если бы пуританские законы были религиозно-нейтральными, я имею виду, не основывались бы на постулатах евангельского христианства, то спиртное нельзя было бы купить и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Священный день в исламе пятница, в иудаизме, а также некоторых других христианских сектах, типа у свидетелей Яговы и адвентистов седьмого дня, суббота. Таким образом, пуританские законы, действующие только в воскресенье, нужно оспаривать. Основанием к этому должно послужить правило свободы вероисповедания и того, что такие законы благоприятствуют только одной религии, не ставя во внимание интереса других. Не сработает, ведь в законе ничего не говорится о религии. Неважно, иудей вы, христианин, мусульманин или кто-либо еще, закон оказывает одинаковое влияние на всех, как в воскресенье, так и в остальные дни. Я не защищаю этот закон, просто я думаю, что этот закон не про религиозную дискриминацию. Вот так и продолжается дискриминация в наших законах. Мы ведь напрямую не заявляем, что это дискриминация, поэтому все нормально. Закон, воплощая в себе величественную идею равноправия, запрещает спать под мостом и красть хлеб одинаково всем людям, богатым так же, как и бедным. Анатоль Франц. Меня арестовали за то, что я давал бездомным передачки с едой, водой, дезодорантами, носками, зубной щеткой, пастой. Я сказал копу, чтобы он отъебался от меня и пошел подрачил, а я продолжил помогать бездомным. Короче говоря, мое дело стало одной из причин, из-за чего 11 окружной суд постановил, что помощь бездомным это форма общественного поведения, защищенная первой поправкой. Где бы ни был сейчас этот коп, надеюсь, что он жестко отымел себя ржавой вилкой. Спасибо тебе за твои деяния. Если вы хотите отблагодарить меня, помогите сделать этот мир лучше, чем он есть. Чего, блин? А что насчет церквей, которые бесплатно раздают еду? Их тоже надо арестовать? В конституции штата Делавер есть целый раздел о том, как законно проводить игру в бинго. Камон, ребят, дайте бабушкам спокойно поиграть в бинго. Если бы вы когда-нибудь видели, как некоторые бабушки играют в бинго, вы бы поняли необходимость этого закона. Такие игры бывают очень опасными. Как сделать так, чтобы все старушки в помещении начали орать трехэтажным матом? Выкрикнуть бинго. Если вы неправильно произнесете слово Арканзас, находясь в штате Арканзас, вы нарушите закон. Внезапно мне захотелось встать на границе штатов и начать выкрикивать через границу самые ублюдочные варианты произношения этого слова. А может это просто способ правительства уберечь туристов от Арканзаса? Потому что никто, блин, не знает, как правильно произнести это слово, если ему заранее не подскажут. Когда я был в детском саду, мы четыре недели пытались понять, как правильно говорить Арканзас. Не про американские законы и не про какие-либо другие, но в мире существует такая отвратительная практика, которая называется договор признания вины сделка с прокурором. А еще тюрьмы, имеющие прибыль заключенных. Будучи юристом, могу сказать, что подобное дерьмо происходит везде. Это полный абсурд. Большое спасибо за просмотр в комментариях под видео. Напишите, какие существуют законы, которых вовсе не должно быть. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!